МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто прав, кто виноват. Бобруйский апгрейд. В городе продолжаются капитальные ремонты. Чтобы дом был не только красивым, но и безопасность. Что уже сделали? Экспресс-доставка до дверей. Не нужно тратить время клиенту на хождение по магазинам. В Бобруйске работает интернет-магазин с товарами для животных. Что здесь предлагают? А также контакты первого-второго уровня, цена на гречку и желтый четверг. Синоптики снова обещают непогоду в стране. Что будет в Бобруйске? За дело по невнимательности накануне троллейбус столкнулся с машиной ГАИ. Инцидент произошел около трех часов дня. Водитель троллейбуса отъезжал от конечной остановки. Станция Бобруйский свернула на 50 лет октября. У края проезжей части стоял служебный автомобиль ГАИ. Водитель общественного транспорта не рассчитала расстояние и врезалась в Шкоду. Момент попал на запись видеорегистратора служебной машины. В результате ДТП обоим авто были причинены механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Инспектор ДПС, как сообщается, незадолго до столкновения остановил пешехода, который нарушил ПДД. В момент разбирательства троллейбус и въехал в авто. Действием водителя общественного транспорта будет дана правовая оценка. Идеи для страны, ордены за детей и звонок с особым поводом. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. О чем еще говорили лидеры стран. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко созвонился с Владимиром Путиным. Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения. После лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки. В частности, предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. Проблемы распространения COVID-19 затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса. Орденом матери награждены 240 белорусок. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Среди женщин работницы СМИ, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, социального обслуживания, домохозяйки и предприниматели. Орденом матери, напомним, награждают за рождение и воспитание пяти и более детей. СМИ, 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 СМИ. СМИ, СМИ. Еще предстоит Максим Кембель и его капитальный репортаж. Осень. Время, когда буквально на каждом шагу можно встретить людей в оранжевых жилетах. Например, в одном из дворов на Минской коммунальщики убирают листву. Сгребают в одну кучу, после загружают машину. Процесс несложен. Итог. Чистые и ухоженные дворы. Но стоит сказать, дворники люди разного возраста и порой по независимым от них причинам не выходят на работу. Тогда жалобы поступают в ЖКХ. И там на них реагируют. В 85-м доме на Минске специалисты выполняют подготовительные работы. Жилое здание ждет капитальный ремонт. Улучшат фасад, заменят сеть водоснабжения и кровлю. Это только малая часть большого списка. Замена окон, дверей, местах общего пользования на пластиковые окна ПВХ. Ориентировочный срок выполнения работ – это октябрь-ноябрь 2020 года. А вот на Луньково-1 апгрейд дома на финишной прямой. 24 октября работы завершатся. Здесь заделывают стыки, меняют окна, красят лоджии и балконы. Чтобы дом был не только красивым, но и безопасным, специалисты монтируют систему громотвода. То есть сверху вниз протягивают кабель, благодаря которому разряд молнии уходит в землю. Чисто внешним ремонтом дома, конечно, не ограничиваются. Внутри подъезда вменяют светильники, старые двери в подвальных помещениях уступают место новым. Все работы ведутся за счет городского бюджета. Замена инженерных сетей – это стейки в квартирах, стейки, канализация отопления и вода. И те же самые работы выполняются в подвале указанного дома. Работы по улучшению качества жизни ведутся у многих районов города. На Рокоссовского – 42. Во всех четырех подъездах новые лифты. Для справки, поменять одну машину стоит почти 60 тысяч рублей. С 2016 по октябрь 2020 в Бобруське заменили 267 подъемников. До конца года еще плюс 72. Кроме самих кабин лифтов и всего оборудования по шахте, меняется полностью оборудование в машинных помещениях. Это станции, редукторы, канаты. Значит, это делается сам ремонт машинного помещения. Ну, заменяются двери, входы, люки. Умные подъемники отечественного производства «Могилев Лифт Маш». Срок службы – 35 лет. Рельефные кнопки для людей с плохим зрением, видеокамера, оружие против вандалов, фотошторы, чтобы двери не зажали человека. Еще одна важная деталь – машины меняются в домах любой формы собственности. Очень хороший лифт, да, освещение, камера. Может, надеемся, будет чисто. А быстро поменяли? Ну, в течение месяца, в сроки уложились. А ты каталась уже в новом лифте? Да. Ну, как, тебе понравилось? Да, понравилось. А что тебе понравилось? Может, кнопочки красивые, не знаю, еще что-нибудь? Мне понравились камеры, но там сетро. Коммунальные службы всегда на виду. Они убирают, красят, чистят. Да, работы еще много. И руководство сферы этого не отрицает, а наоборот, обращает особое внимание на качество жизни людей. Но и многое зависит от самих бобручан. От умения сохранить и приумножить то, что уже сделано. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск-360. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением на большие проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране выздоровели выписаны свыше 75 600 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зафиксированы более 81 500 человек с положительным тестом. Специалисты провели почти 1 млн 977 тысяч исследований. Такие данные приводит Минздрав. С четверга действует новое определение контактов первого и второго уровней. Они закоплены в постановлении ведомства. Сейчас контактами первого уровня будут считаться те, кто имел тесное общение с заболевшим коронавирусом в течение 4 дней до и 10 после появления у него симптомов заболевания. Также к ним относятся те, кто контактировал с человеком с бессимптомной коронавирусной инфекцией в течение 4 до и 10 дней после даты забора у него материала для анализа на COVID-19. Ко второму уровню относятся дети в возрасте до 10 лет, которые ходят в сады и школы и те, у кого был контакт с заболевшими. Большой выбор корма, аксессуаров и игрушек в Бобруське работает магазин ветеринарных товаров «Зоомаркет». Анастасия Пахлёстова присмотрела корм для своей собаки. От ассортимента товаров в магазине «Зоомаркет» глаза разбегаются. Всевозможные игрушки, миски, ошейники, переноски. Здесь есть всё для ухода за четвероногими. Всё это можно заказать и на дом. Всё пакуют и привезут. Не нужно тратить время клиенту на хождение по магазинам. Удобное для клиента время доставки. Мы осуществляем доставку с 10 до 23. Весь ассортимент, который присутствует в этом магазине, приходится возить. «Зоомаркет» работает и как пункт самовывоза. Услуга доставки очень популярна и неудивительна. Процедура заказа максимально простая. Нужно зайти на сайт eZoo.buy, выбрать интересующий товар и оформить заказ. Доставка будет бесплатной, если покупка превысит сумму в 19 рублей. Товар привезут до дверей в удобный двухчасовой промежуток. Сделать заказ можно и по телефону 72 55. По этому же номеру проконсультируют операторы. Здравствуйте, «Зоомаркет», доставочка. Здравствуйте. Ваш заказик прибыл. Да, хорошо. Наличная карточка. Карточка. Чапи. Два мешка. Услуга замечательная. Я довольна. В офлайн-магазине тоже широкий выбор товаров по уходу за животными. Заодно можно присмотреть милого питомца. Компаньона по вкусу, кажется, найдет каждый. Кому что нравится. И крыски, хомячки, и кролики мимишные у нас всегда разбираются хорошо. Белки, дегу. Морские свинки тоже у нас бывают. Особая гордость «Зоомаркета» – большой выбор корма. Каждый хозяин сможет найти подходящее лакомство для своего питомца. Здесь есть множество кормов ветеринарного назначения, как сухого, так и влажного. Именно за ним чаще всего приходят покупатели. Попугайчики и собачки. Сейчас берем корм. Если есть доставка, сколько это будет стоить, и тогда мы возьмем побольше. Доставка бесплатная от 19 рублей, поэтому смело можно брать больше. Еще одно преимущество «Зоомагазина» – гибкая система скидок и лояльности. Действуют дисконтные карты. В нашем магазине скидки до 30%. Например, на груминг, аксессуары для животных – это у нас минус 30 идет, на корма – минус 20. Для держателя дисконтной карты. Если же нет дисконтной карты, мы тут же регистрируем, и человек получает сразу же скидочку. Магазин «Зоомаркет» ждет покупателей по адресу Минская, 109. Доставка осуществляется по всему городу и Бобруйскому району. По воскресеньям заказы доставляют в радиусе 50 километров от Бобруйска. Анастасия Пахлестова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. От картофеля до меда уже в субботу в Бобруйске развернется ярмарка «Золотая осень». Импровизированный гипермаркет разместится вдоль дороги на Горького, 41. Приобрести сельхозпродукцию можно будет с 9 утра до 3. В ассортименте также представлено мясо и рыба. Продавцы предложат саженцы плодовых деревьев и кустарников. Ярмарка продолжит свою работу и в воскресенье. Девиз четверга «Туман, дожди и грозы» синоптики объявили желтое предупреждение. Среда белорусам тоже запомнилась далеко не летней, пасмурной и дождливой. Температура за окном составила плюс 15 градусов. Надолго ли тренд? Мария Бересневич. Желтый уровень опасности объявили синоптики на четверг. Страну окутает туман. Ожидается облачный эспресс с дневними погода. По юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Ночью градус термометра покажет до плюс 13, днем от 14 до 19. В такую погоду особо внимательными стоит быть водителем. Специалисты рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары и ближний свет. И, конечно, соблюдать дистанцию. Исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых значений по нефтепродуктам в 4 раза, а по фенолу в 2,5. Сейчас обнаружены следы горюче-смазочных материалов только в пробе с Халактырского пляжа. Всего в разных локациях отобрано почти тысяча образцов воды, воздуха и песка. На берег, напомним, вынесло сотни мертвых морских животных. До этого местные жители и серферы сообщили об ожогах и отравлениях. Специалисты называли инцидент экологической катастрофой. Редкий торнадо пронесся вблизи бельгийского Антверпена. В вихре накануне наблюдали жители сразу нескольких городов. В результате буйства стихии с корнями выкорчеваны деревья. По меньшей мере поврежден один дом. Сведения пострадавших пока не поступало. Завтра в Бавруйске будет переменная облачность. Утром видимость на дорогах 500-800 метров. Днем небо затянут облака. Ветер падует южный. Вечером пройдет дождь. Вероятность грозы 60%. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Бавруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Анастасия Шевцова с обзором комменальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok